Выделение средств для развивающихся стран на проблемы, связанные с изменением климата. Этот вопрос на климатическом саммите в Польше пока остался нерешённым. В сторону развитых государств прозвучали обвинения в том, что они не проявляют желание обсуждать финансовую поддержку или компенсацию за потери и ущерб, причинённые глобальным потеплением. Например, за повышение уровня мирового океана или опустынивания. «Ни одно из обещаний даже близко не подошло к этапу выполнения. Я считаю, что этот вопрос необходимо обсуждать». В этот раз вопрос финансирования стоит особенно остро, ведь число природных катастроф в мире продолжает расти. По данным Всемирного банка, общие экономические потери, принесённые погодными катаклизмами, за последние десятилетия возросли до 200 миллиардов долларов в год. И, согласно прогнозам, они будут продолжать увеличиваться. Однако развитые страны не спешат выписывать чеки, опасаясь, что им придётся платить за все засухи и ураганы в мире. Они говорят, что их главным фокусом является восстановление собственных экономик. «Мы не можем позволить себе систему, где будет существовать автоматическая компенсация за плохие погодные условия, которые наблюдаются в разных местах планеты». При этом представители развитых стран всё же пообещали к 2020 году увеличить объём помощи для развивающихся стран до 100 миллиардов долларов в год. В 2010-2012 годах выделяемая сумма составляла 10 миллиардов долларов. «В вопросе денег мы обязались выделять общую сумму в размере 100 миллиардов долларов в год с 2020 года со всех источников». «Мы пока не можем давать каких-то обещаний в вопросе того, насколько мы увеличим помощь. Но мы будем по меньшей мере оставаться на нынешнем уровне и сделаем всё возможное, чтобы увеличить объём финансирования». Напомним, в нынешнем двухнедельном форуме, который стартовал 11 ноября, участвовало около 12 тысяч делегатов из 190 стран мира. Главная задача саммита – подготовить почву для нового климатического соглашения, которое должно начать действовать после 2020 года.